Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня я хочу поделиться своими новиночками. И, наверное, начну я с марки бренда от Color Me. У меня тональный крем в оттенке французская ваниль. И, опять же, выбирала я его при искусственном свете. И он немножечко желтинкой, что противопоказано для меня, для моей кожи, в принципе, для моего тона кожи. Выбираю я в основном фарфоровый или бежевый. Или, в крайнем случае, если есть такой оттенок серо-коричневый, то есть примесь такая в тональных основах. Отличный тональный крем для жирно-комбинированной кожи, хорошо держится, отличное покрытие. И, в принципе, он очень-очень мне понравился, конечно же, за исключением самого оттенка. Буду смотреть, в следующий раз буду внимательной и буду выбирать именно свой тон. Мне сказали, этот самый светлый. В принципе, нужно посмотреть, протестировать. А так, в принципе, хорошее качество. Далее в подарок мне дали вот такую тушь от Color Me Magic Noir. Это тушь в черном оттенке. У нее такая вот хорошая щеточка. Она отлично разделяет реснички и хорошо удлиняет. Но работать ей нужно очень-очень быстро, так как она может просто склеить реснички. Это, в принципе, очень-очень хорошо разделяет, хорошо удлиняет. И работать, повторюсь, нужно очень быстро. Так, в принципе, мне понравилось. И выбираю в основном черные туши или коричнево-черные. Далее помада. Искала я помаду в оттенке красную классическую или такой темно-красный оттенок. Потому что мне не идут какие-либо примеси или такие приглушенные оттенки. И опять же, освещение меня обмануло. И этот такой оттенок красного, такой яркий алый цвет, в принципе, неплохо смотрится на мне. Но не совсем то, что я искала. Хорошее качество. Достойное такое вот красивое оформление. Видите, помада такая вот скошенная. В стике. Очень мне нравится ее покрытие. Достаточно такое плотное. И опять же, красивый такой бархатный-бархатный футляр. Далее покажу вам тональный крем Revlon Color Stay, от которого я просто в восторге. Рекомендую попробовать, кто еще не пробовал. У меня в самом светлом оттенке ivory. И у меня для комбинированной жирной кожи это нечто. Это просто великолепный тональный крем. Он супер-супер матирует кожу. Он очень красиво выглядит на коже лица. Супер замечательный. Очень нравится. Я просто от него в восторге. Приятно. У него очень одушка такая. И можно, опять же, или совсем тонким слоем нанести, или как бы наслаивать. Но работать нужно. И перед применением обязательно нужно встряхнуть сам бутылечек. Далее покажу вам карандашки от Cascade of Colors. Любителям и визажистам эти карандашки знакомы. Но больше визажистам. Отличные карандашки с отношением цены и качества. Опять же, я очень люблю, очень нравится. И хотелось бы более таких ярких оттенков. Здесь у меня более такие приглушенные. Есть совсем нейтральные на каждый день. И покажу вам, допустим, пигментацию карандашиков. В принципе, марка. Это бренд производителя, страна производителя, то есть Германия. Не тестируется на животных. Отлично тушуется. Очень мягкие. И вот так выглядит оттенок 201 и оттенок 200. Черный и темно-коричневый. Далее покажу вам такой вот красный, который уходит в голубизну. Это оттенок 308. И покажу вам еще, допустим, такой самый нейтральный цвет. Это оттенок у нас... Ой, 314. Так, и покажу оттенок... Оттенок 322. 322. Вот так выглядит. Сводчи. Вау. Так, в принципе, качеством я довольна. Мне очень нравится. И покажу вам также карандаш от El Corazon. У меня в оттенке Sweet Transbre 250. Водостойкий карандаш для куб. Опять же, страна производителя Германии. Супер карандашки. El Corazon это тоже профессиональный бренд. Тоже очень мягкий. Хорошо скользят и хорошо тушуются. В оттенке 250 Transbre. Очень-очень хороший. Но у них, по-моему, есть несколько серий. Потому что я перед этим покупала. И у него был очень-очень твердый. Попался карандаш. Там, видимо, другая серия была. Этот очень-очень мягкий. Гиполергенная формула. Очень-очень нравится. Далее покажу вам 3 лака. Первый лак от Orly. В оттенке... Не буду коверкать английский язык. Красивый лак. У меня сейчас он на ногтях. И я просто очень люблю лаки от Orly. Они являются моими фаворитами. Но могу сказать, что в этот раз я приобрела. И он у меня держится 2-3 дня. И потом у меня начинается он сходить, как бы облазить. Этот лак я пользуюсь без баз и закрепителя. Если с базой, то, наверное, он, конечно же, продержится дольше намного. Но, в принципе, обычно я покупала. И он очень-очень долго держится без баз и закрепителя. Дня 4-5 максимум. А здесь, я не знаю, в принципе, покупала его в магазинах для профессиональной косметики. Где представлено огромное количество разных брендов. Не знаю, мне просто, наверное, не повезло. А так, в принципе, я накрасила. У меня здесь аж 3 слоя без закрепителя. Пока держится. Так, далее лак от Rimmel. Опять же, с Rimmel я знакома. И обожаю эти лаки. Удобная кисточка. Красивые, опять же, оттенки. Быстро сохнет. Супер, опять же, выглядит на ноготочках. Но, опять же, не повезло мне. То ли с оттенком, то ли его, опять же, неправильно хранили. У меня оттенок 320 Rapid Ruby. Он с таким вот, немножечко коричневым, таким подтоном. Я искала темно-красный. Опять же, классический. Опять же, искусственное освещение меня обманула. Но я, опять же, использую, пользуюсь этим лаком. Но, опять же, держится. Он у меня 2 дня и начинается в сколы. Просто он начинает сходить. Далее у меня будет лак от JAD. Такой яркий оттенок алый. Сильно-сильно такой яркий-яркий, в принципе, этот оттенок. Опять же, у них нюдовые оттенки. У меня будет такой розовый, опять же, нюд. Как вы знаете, нюд – это капризные лаки. И я его, честно говоря, забросила. Это держится хорошо. Держится у меня 5 дней без закрепителя и вообще любого покрытия, базы. Очень-очень нравится. Далее, наверное, перейдем к помадам от Revlon. У меня 3 помады. В оттенках Smoked Peach, потом Stormy Pink и Pink Pout. Я начну с этого, Pink Pout и вот такой сводч. Так он выглядит. Опять же, хорошее покрытие, хорошо они ложатся. У них очень бархатная такая приятная текстура. И через 2 часа цвет начинает постепенно сходить с губ. Далее оттенок мой любимый – это Stormy Pink. Вот так выглядит Stormy Pink оттенок. Такой ярко-ярко-розовый. Опять же, я использую только под карандаши помады. И далее очень красивый оттенок, который мне тоже понравился. Использую я для немного макияжа. Это Smoked Peach. Но 13-й – это такой персик. И с такими мелкими серебристыми частицами. Вот так выглядит персик. Это оттенок 0,13. Очень понравилось качество. Так, далее покажу вам помадку от Essence. Я уже рассказывала, кто смотрит мои видео. Отличное соотношение цена-качество, хорошее покрытие, хорошо ложатся, нехорошо держатся. И это у меня оттенок Natural Beauty 0,7. Так, вот так выглядит этот оттенок. 0,7. Так. Далее покажу вам помадку от L'Oreal. Это серия... Это серия... Ну, то есть, господи, это помада от L'Oreal. Они подразделены для блантинок, блюнеток, шатенок, для русых. И у меня 235-й оттенок нюд. Так выглядит оттенок нюд. Так выглядит оттенок нюд. Неплохое качество, но я не могу сказать, что я прям вау-вау-вау от этих помад. В принципе, они хорошие, но Maybelline для меня... Вот следующая серия, это Maybelline Color Sensation. Вот если сравнить с этой линейкой, именно с этой линейкой. Я не говорю, что помада Maybelline плохая. Ой, L'Oreal плохие, потому что я тоже являюсь поклонницей. Но вот эта серия Color Sensation мне нравится больше. У меня оттенок Fuchsia Flash. Вот так выглядит Fuchsia Flash. Отличное качество. Очень хорошо они держатся, хорошо наносятся. Очень-очень понравились. Яркие оттенки. Не сушат губы. И Hot Plum. Вот так выглядит Hot Plum. Надеюсь, вам видно. Так, Hot Plum. Это Hot Plum оттенок 906. И Fuchsia мне нравится больше на мейк-губах. Такие вот яркие оттенки. Это 902. Так, далее. Так как кожа у меня фарфоровая, и приплушенные оттенки мне абсолютно не идут. Далее покажу вам помады от Milani. Это оттенок Rose Hip. Я продолжаю знакомство с этим брендом. И обожаю просто это качество. Кто любит насыщенные такие вот текстуры. Яркие оттенки. Но в принципе у них представлены и не яркие оттенки. И темные оттенки. Оранжевые, коралловые. Rose Hip. И опять же похоже на Maybelline. Практически идентичный оттенок Fuchsia. Супер помады. Так. Далее оттенок 20. Уптам Мау. Это такой красивый сливовый оттенок. Я от него тоже в восторге. Мне очень-очень нравится. Так. Нанесу его. Вот так выглядит этот оттенок. Да. В принципе. Наверное вам точно видно не будет. Я его так нанесла. Вот так выглядит этот оттенок от Milani. 20. Качество очень хорошее. Рекомендую вам попробовать. Я в восторге. Я просто обожаю эти помады. И следующий оттенок. Я нашла свой красный. Это Best Red 07. Это такой классический красный оттенок. Матовый. Опять же матовый. Вот так выглядит этот оттенок. Это Best Red. Это оттенок 07. Далее я искала нюд. Опять же на каждый день. И попробовала вот такую серию от Bourjois. Это Velvet номер 7. Выбирала я также оттенки более яркие. Но началась знакомство вот с такого оттенка. И опять же провал. Потому что я нюд выбираю в розовинку. Могу иногда в желтинку выбирать нюд. Но к сожалению в желтинку мне не идет. Или там более такой коричневый нюд теплый. И вот такой оттенок. Отличная текстура. Хорошо наносится. Но опять же держится у меня 6 часов. Я наношу в два слоя. Первый слой я жду, чтобы оттенок сам высох немножечко. И потом наношу второй слой. Напоминает мне NYX Lip Cream. Но опять же отдам предпочтение NYX Lip Cream. Потому что NYX Lip Cream мне больше нравится его покрытие. Так. Вот так. И качество больше нравится. А так в принципе отличный продукт. Он тоже хорошо ложится. Очень красиво выглядит на губах. Хорошо держится. Но NYX Lip Cream мне нравится больше. Далее помады от NYX Butter. И там где я покупала эти помадки. К сожалению не было таких более ярких холодных оттенков. Которые я люблю. И я приобрела Little Suzy. Или Suzy как он называется. Вот такой оттенок. Так. Вот так он выглядит. На лето в принципе он подойдет. Но опять же я в следующий раз приобрету те оттенки. Которые я хотела. И Teffy. Это такой Bon Bon Au Caramel. Это так. Вот так он называется. И вот так выглядит Teffy. Такой мягкий оттенок. Использую его с карандашом. Тоже под дневной макияж. Но опять же это не совсем мейтинг. Качество очень хорошее. Рекомендую просто. Ой. Я от них просто осталась очень довольна и в восторге. Мне очень чьи понравились. Такая вот глянцевая текстура. Как масло. Хорошо ложатся. Опять же хорошо держится. Очень красиво. И опять же я приобрела консилер от Essence. Очень нравится. Рекомендую попробовать. Хорошо перекрывает синячки. Отлично маскирует. И он именно плотный. Этот консилер. Далее покажу вам бальзамы от EOS. Но я уже рассказывала про эти бальзамы. Очень нравится. Рекомендую. И бальзамчик от Nivea Lip Butter. Очень такой приятный оттенок. Опять же повторюсь. Очень понравился. Но цена опять же завышена. И чем-то он мне напомнил Nivea базовый уход мой любимый. Только это как масло. И он кстати придает оттенок. Быстро увлажняет губы. Но цена у посередников завышена. И бальзам EOS. Я уже не буду останавливаться. Много раз говорила. Очень-очень нравится. Я довольна качеством. И у меня в этот раз вкус танжерин. Всем приятного просмотра. Пока-пока. И до новых встреч на моем канале.